здравствуйте уважаемые инвесторы партнеры и зрители новостного канала skyway capital меня зовут максим и сейчас вы увидите очередной дайджест видео новостей skyway в которых мы рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний skyway и skyway capital смотрите сегодня в выпуске в экотехнопарке модернизировали участок ферменной путевой структуры его подготовили для испытаний высокоскоростного юнибуса которые прошли на экофесте 17 августа в экотехнопарке skyway испытывают юнибус ю4 210 чтобы набрать 10 тысяч километров пробега 17 августа в прошла ежегодная презентация струнных технологий экофест 2019 рассказываем чем запомнилось мероприятие в этом году съемочная группа российского бизнес-канала рбк сняла сюжет о струнном транспорте skyway а теперь остановимся на этих событиях более подробно испытания струнного транспорта в экотехнопарке показали что даже ровный беззазорный шов вызывает небольшое постукивание колес который может привести к изменению прочности стали на некоторых отрезках пути для городского транспорта на скорости до 150 километров в час это приемлемо уровень шума плавность хода остаются комфортными для пассажиров однако для высокоскоростного транспорта это может вызвать проблемы чтобы будущий высокоскоростной skyway не только разгонялся до 500 километров в час но и оставался комфортным для пассажиров инженеры модернизировали участок ферменной путевой структуры в экотехнопарке его подготовили для испытаний высокоскоростного юнибуса которые прошли на экофесте 17 августа целью демонстрации не был разгон транспорта до скорости 500 километров в час это невозможно на таком коротком участке однако тесты позволили проверить многие элементы ферменной конструкции и самого транспорта в экотехнопарке skyway испытывают юнибус ю4 210 чтобы набрать 10 тысяч километров пробега и выявить слабые места узлы и системы которые потребуют доработок для повышения безопасности юнибус ю4 210 это одиночное транспортное средство вместимостью 14 человек для городских и пригородных маршрутов в салоне юнибуса установлены системы микроклимата освещение аудиосистема и видеопанели для информирования пассажиров все управление автоматическое гараж не нужен а использовать юнибус можно в разных климатических условиях транспортная система skyway с такими юнибусами способна перевозить до 50 тысяч пассажиров в час итогом испытаний станут данные работоспособности и надежности деталей их используют при проектировании новых моделей и при модернизации юнибуса и его составных частей 17 августа в беларуси прошла ежегодная презентация струнных технологий экофиз 2019 ключевым моментом мероприятия стал доклад генерального конструктора skyway анатолия юницкого в котором он поделился достижениями в развитии технологии и проекта skyway в разных регионах мира за прошедший год а также рассказал о планах развития на ближайшее будущее за тем что происходило на фестивале можно было наблюдать благодаря официальной трансляции на youtube канале событиями и своими впечатлениями активно делились в социальных сетях гости мероприятия экофест показал людям как гармонично могут сосуществовать природа и транспорт как исправить сложившуюся экологическую ситуацию и внедрить разумное использование земли о том чем особенно запомнилась презентация в этом году читайте на нашем сайте в разделе новости журналисты российского бизнес-канала рбк 17 августа приехали в экотехнопарк центр испытания струнного транспорта skyway съемочная группа сняла материал об экофесте 2019 ежегодно мероприятие для инвесторов проекта журналисты прокатились на разных видах транспорта skyway оценили его перспективы и поговорили с генеральным директором зао струнной технологии надеждой косаревой а также изобретателем технологии анатолием юницким по итогу визита на телеканале рбк вышел сюжет о принципах работы струнного транспорта его технологических преимуществах материал также вошли фрагменты из интервью с руководством зао струнной технологии и информация о строительстве 15 километровой городской транспортной системы в объединенных арабских эмиратах ссылку на сюжет телеканал рбк вы найдете на нашем сайте в разделе новости это были все главные новости на этой неделе мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами смотрите нас на youtube или мео каналах не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях и помните что skyway это наше будущее уже сегодня на этом я с вами прощаюсь с вами был максим до встречи в следующих выпусках видео дайджестов skyway капитал